друзья всем огромный привет я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут ксения и я решила начать сейчас новый влог какие в общем новости ну первые новости посмотрите себе купила новые сережки первый раз их примеряю такая вот очень мне кажется сейчас популярная форма капель мне очень понравилась в золотой фурнитуре потому что после того как я вышла замуж у меня золотое кольцо на пальцы всегда и мне кажется что я теперь не могу носить как будто бы серебро в общем я теперь заложник своего обручального к золотого кольца вот и серебро золото мне не очень нравится когда сочетается в общем как то так андрей сейчас подходит и начинает мое кольцо снимать андрюш не снимай так какие новости а значит у нас сегодня 31 августа андрюш не трогай пожалуйста значит 31 августа сегодня последний день лета я вас всех поздравляю с осенью и тебя тоже поздравляю с началом значит учебного года я на самом деле очень люблю плавно чтобы погода была хорошая и в общем только все самое лучшее пускай нам это осень приносит вот особенно я люблю знаете такую теплую золотую осень когда вот бабье лето прям обожаю когда в лес можно выехать когда листья красивые ковром лежат в лесу шуршащие в общем я такое время очень сильно люблю вот у нас сегодня в томске проходил гастрофестиваль есть мы ездили сейчас с моей подругой с ее дочкой с андрюху ездили на этот гастрофестиваль покушали там бургер вкусный и выпили значит по большому коктейлю вот этот который был бамбл ти да сейчас вот эти вот с шариками вкусные коктейли мне даже хочется самой дома попробовать купить эти шарики бамбл ти и сделать что-нибудь домашнее вкусное интересное с этими шариками вот собственно там мы зашли в магазин моди который открылся у нас в томске совсем недавно и в общем я там увидел эти сережки думаю надо мне их купить ну как вам кажется напишите в комментариях не слишком ли они смотрятся такими перегруженными знаете как в цыганских каких-то мотивах в общем не знаю а вот что еще новенького после значит этого гастрофестиваля я вам вставлю вот сюда может быть какие-то кадры с гастрофестиваля после значит фестиваля мы поехали в кота кафе тоже вставлю вам сюда видео и фото интересное место в томске в общем там находится очень много разных животных там есть кошки самых разных пород есть значит мини пик которого зовут почему-то ксюша я спросила значит девушку администратора кто там работают скажите говорю какую ксюшу вы не взлюбили что свиньё в итоге называли ксюши она говорит почему у нас ксюша очень даже хорошая друзья тебе понравилось в кота кафе да и я называю на еду котиков эти целом котики такие они похожи на вас и еще мочи да в общем андрей тоже интересные ассоциации приводит он смотрит на сфинкса на кота и он же такого ну как цвета кожи розового с какой-то с какими-то пятнышками он говорит мама посмотри как он похож на лаваш в общем интересно да поэтому вот классно провели мы сегодняшний день еще из нового мы на днях наконец-то купили диван уже его платили в общем он нам должен прийти в течение 45 дней там расчетная дата по моему 20 20 числа октября даже вот но диван будет классный у него много функциональности его можно сделать угловым как на одну так и на другую сторону плюс конечно раскладывается красиво будет такого серого цвета и мне очень нравится что у него посадочное место очень глубокое то есть можно прям все знаете так провалиться в диван и еще у него какое-то рояль велюр покрытие в общем хороший который не будет продавливаться просаживаться и не будет вот провисшего знаете таких ход ям на диване и он будет смотреться на общем хорошо то есть он не будет отпечатков пальцев на нем оставаться не будет на этом на этом текстиле поэтому в общем классный диван обязательно конечно как придет буду вам все показывать мы будем дома в связи с этим диваном у нас будет на 20 сантиметров шире чем сейчас у нас стоит который диван поэтому мы будем переставлять местами тут наш кафе и диван в общем местами будем переставлять а вот так что грядут какие-то такие вот интересные классные перемены я этому очень всегда рада но вы оставайтесь со мной всем желаю приятного просмотра вставлю вам кадры из кафе который мы посетили с мужем кафе называется пхи-пхи из интересных блюд я там кушала суши с манго клубничный чай с розмарином мы пили и на десерт я заказываю очень интересное блюдо называется жареное молоко кокосовое молоко в кубиков и замороженное обжаривается в панировке в кокосовой стружке очень вкусно друзья посмотрите 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 что тут у меня появилась новая я пара я швабра с разными насадками чтобы была возможность использовать эту паровую швабру как просто парочистик смотрите насадки вот виде губки просто ворсом с металлическим ворсом и просто вот узконаправленный парк насколько я понимаю еще насадка для мойки стекол и зеркал и также вот такой вот гибкий шланг ну и собственно сама швабра муж у меня все может у нас будет ее подключать вот сюда значит вставляется резервуар с водой одна собственно не кнопка и вот так вот она выглядит единственный минус значит заказывали мы ее на озон единственный минус в том что у нее нету платформы на которой хранить собственно прикрепить можно вот эту вот швабру немецкое качество эдель шталф бренд называется вот значит модель ер 400 ну в общем конечно же у меня уже составлен великий план по очищению всей моей квартиры сейчас начнем попробуем со швабры а после этого я хочу уже помыть вот этими всеми насадочками свою духовку плитку плитку на полу в ванной плитку фартук на кухне также хочу попробовать помыть стекла и зеркала в общем все 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 буду пробовать мыть и пишите в комментариях был ли у вас опыт использования паровых швабр насколько вам они нравятся не нравится и пользуетесь ли вы часто потому что сейчас увидела упакована с любовью олег значит потому что есть пару моих друзей которые говорят что у них есть это швабра но они пользовались и буквально там первые месяцы потом просто забросили и не пользуются поэтому пишите в комментариях если у вас такая швабра и насколько она актуально используется часто в вашей семье и так друзья я же хотела вам показать как мы построили достроили такие как всегда беседка достроена там и сидели только у меня попался вот это и вот это мы покажем что это чинящий патруль и магниты 6 и а вот это его база как всегда вот это там греш-пыш потому что он без машины классно иди обзор беседки делай давай достроили мы беседку осталось нам покрасить только вот эту часть и еще вот закрыть торец получается крыши с другой стороны а так в целом беседка наша готова уже получается дважды здесь ели пока у нас атаку но в следующем году что-то придумаем там стол какой-то лавочку придумаем вот поэтому мы очень рады и довольны что у нас теперь есть место отдыха на даче вот такое как беседка очень удобно единственное знаете какой косяк вам покажу у меня вот видите раз куст и два куст здесь у меня черноплодная смородина или как она называется рябина рябина черноплодная не смородина и видите какие там ягоды просто они все прям вот сейчас самый такой цвет у них но стас когда красил беседку он в общем не закрывал эти кусты я тоже как-то об этом не подумала и поэтому решили оставить их на кусте не срывать потому что ну явно что ягоды в красках поэтому всем оставим это вот так пускай просто не опадут перегниют и в общем то вот смотрите к клен у нас красиво здесь красный рябина растет ну и принципе красота на самом деле у нас сегодня и до этого еще два дня бабье лето самое настоящее на улице плюс 20 градусов очень тепло но ветерочек конечно все равно такой есть небольшой в общем сегодня будем снимать уже бойлер и дачу на зиму консервировать потому что обещается уже в конце сентября у нас первый снег вот все грядки я уже убрала тоже там помидоры огурцы и все 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 малину в прошлый раз все вырезала все старые ветки в общем дачу готовим уже зиме потихонечку обедать да пойдем сейчас будем обедать беседки сидеть друзья наконец-то этот день настал и у нас новый диван наконец-то наконец-то мы жили очень долго со старым диваном который еще забрали вот моей мамы и теперь вот в общем заказали и нам привезли новый диванчик счастлива как никогда выбрали такой вот серый цвет он нам подходит из под холодильник в такой все рыгами вот в общем мне очень нравится мне очень нравится что у него широкое вот это посадочное место также нравится его материал мы выбирали специальный который не прогибается не просаживается не растягивается не оставляет следы собственно от пятой точки если на него садится и очень хорошо легко чистится проводили там несколько тестов нам в общем как его чистить и как видите не оставляет он рисунка то есть то что рукой так проводишь велюровое вот это покрытие но не оставляет рисунка какой-то royal велюр как-то так называется в общем премиум премиум какой-то вот так что вот такого диванчик теперь будет нас радовать будем на нем отдыхать также он раскладывается вот так вот вытягивается одна часть можно сделать угловым также вытягивается эта часть можно в эту сторону сделать угол ну и соответственно просто раскладывается чтобы здесь можно было принять гостей и оставить кого-то ночевать поэтому вон такой вот кросс вот а теперь будет у нас дома я счастливы как никто наконец-то у нас не будет того дурацкого дивана со сломанной ножкой который вечно кривой косой а теперь будет вот такой вот новенький товарищ в нашем доме жить ну и напоследок под конец влога хочу вам записать рубрику пустые баночки сама для себя я не очень люблю эту рубрику почему потому что в любая пустая банка сразу же у меня летит в мусорку я не успеваю их копить чтобы вам их рассказать и о них рассказать и показать вам их но сегодня только что вот вышла из ванны закончила сразу три средства решил вам заснять первое это вот такая вот маска для волос органовая покупала ее фикс прайсе классная маска ничего не могу сказать супер фреш хорошо питает хорошо увлажняет волосы легкое расчесывание конечно же дает я прям знаете так хорошо прям целый кулак брала этой маске и собственно волосы наносила распределяла по длине волос держала 15 минут прекрасно работающая маска думаю что возможно даже я повторю когда закончу свои маски которые у меня сейчас есть остались второй продукт также для волос это вот такой вот пилинг от бренда таши пилингами надо пользоваться я не так давно начала использовать пилинги для кожи головы но поняла что это очень крутое средство во первых волосы реже стала я мыть то есть могу даже мыть голову теперь раз в два дня хотя раньше мыло голову там практически каждый день все благодаря пилингам меня не сильно жирная кожа головы но из-за разных стайлинговых средств там еще чего-то в общем из-за шапок сейчас они конечно жирнятся быстрее волосы поэтому такие пилинги наношу этот пилинг буквально на пять минут массирующими движениями до шампуня на сухие волосы собственно и дальше смываю этот пилинг хорошо смывается там есть такие мелкие скрабирующие 10 частички которые хорошо массируют кожу головы поэтому пилингу этому ставлю лайк наверное повторю еще потому что тоже это белорусский бренд не очень дорогой но при всем при этом хорошо работающий продукт и вот такой вот гель для душа от бренда синергетик очень приятный гель для душа хорошо пенится приятный аромат остается на теле масло миндаля я люблю такие ненавязчивые отдушки какие-то такие миндальные масло ши да где-то здесь по масло ши было в составе в общем люблю я всегда выбираю что такое нейтральное не люблю ярких каких-то ароматов вот поэтому тоже классный гель для душа использовала его и как гель для душа и как пена для ванны тоже много дает пены очень классные продукты надеюсь этот влог для вас был интересен и полезен друзья если у вас в ю тубе не погружаются ролики смотрите меня также на дзене вконтакте или же на рутубе везде стараюсь их выкладывать конечно с ю тубом сейчас большая большая проблема вот поэтому оставайтесь со мной ставьте лайки не теряйтесь подписывайтесь на канал и пишите ваши комментарии всем удачи увидимся в следующих роликах